Поблий Овидино Зон Метаморфозы Книга одиннадцатая Читает Пётр Филин Но между тем, как леса диких животных искал, пенью, идущую вслед, ведёт песнопевец Фракийский. Жёны Киконов, чья грудь, опьянённая вакховым соком, шкурами скрыта зверей, Орфея с вершины пригорка видит, как с песнями он согласует звенящие струны. И между ними одна с волосами взвитыми ветром «Вот он, — сказала, — вот он, — презирающий нас!» И метнула в полное звуковуста певца Аполлонова Тирсом. Но оплетённый листвой ударился Тирс, не поранив. Камень, оружие другой, но по воздуху брошен, В дороге был он уже побеждён согласием, песни и лиры. Словно прощением а-ля заниистов с твоих дерзновенья лёг у Орфеевых ног. Вражда безрассудная крепнет, мера уже приедена, Все безумной Ирине и служит. Всё бы удары могло отнести его пение, Но зычных шум голосов и звук изогнутых флейт берекинских, Плеск ладоней, тимпаны, вахических возгласов, Вопли струн заглушили игру. Тогда, наконец, залили выступы скал, Обогрязь песнопевца злосчастного кровью. Заворжённых ещё его пение звуками, Разных птиц бесчисленных, Змеи и диких зверей разогнали девами нады, Отняв у Орфея награду триумфа. Вот на него самого обратили кровавые руки, Сбились, как птицы вокруг, Что ночную случайно приметят птицу, Незрячую днём. В двустороннем театре не так ли ждёт Обречённая лень, приведённой для утренней травли, Вскоре добыча собак. На певца нападают и мечут тирсы в зелёной листве, Служение и на их принадлежность. Коми кидают земли, Другие древесные сучья, Те запускают кремнии. Но и этого мало оружия бешенству. Поле волы поблизости плугом пахали, Сзади же их урожай себе потом обильным готовя, Твёрдую землю дробя, Крепкоруки шли поселяне. Женщин, завидев толпу, убегают они, Побросали в страхе орудия труда, Кругом пораскиданы в поле, Где борозник, где мотыга лежит, Где тяжёлые грабли. Буйной достались толпе, В неистовстве те обломали даже рога у волов, И бегут погубить песнопевца. Руки протягивал он, И силы, лишённое слово, к ним обращал. Впервые звучал его голос напрасно, И убивают его святотатно. Юпитер! Через эти внятные скалы муста, Звериным доступным чувствам, Дух вылетает его, И уносится в ветреный воздух. Скорбные птицы, орфей, Зверей опечаленных толпы, Твёрдые камни, Леса, за тобой ходившие следом, Дерево, Листья свои потеряв и поникнув головою, Плакало. Всё о тебе. Говорят, что и реки, отплачив, взбухли. Наяды тогда и дриады Оделись в накидки тёмные И по плечам распустили волосы в горе. Прах был разбросан певца, Ты голову принял и лиру, гебр, И отчуда, Меж тем, как несутся реки серединой, Чем-то печальным звучит, Словно жалуясь лира. Печально шепчет бездушный язык, И печально брига отвечают. Вот до моря домчав, Их река оставляет родная, И достаются они Метимнейского лесбоса брягу. На чужедальнем песке Змея на уста нападает, Дикое, И на волосы, что струятся солёной влагой. Но появляется Феб, И, готовую ранить укусом, Остановив, Ей пасть превращает раскрытую В твёрдый камень. Как было оно, Затвердяло зияние Зева. Тень же Орфея сошла под землю, Знакомый раньше вновь узнавал места, В полях, где приют благочестных, Он и вредику нашёл, И желанную принял в объятие. Там по простору они То рядом гуляют друг с другом, То он за нею идёт, Иногда впереди выступает, И, не страшась, За собой созерцает Орфей Эвредийку. Но не позволил Лиэй, Чтоб осталось без кары злодейства. Он о кончине скорбя песнопевца И его тайной действий В роще немедленно Всех эдонийских женщин, Свершивших то святотатство, К земле прикрепил извилистым корнем. Пальцы у них на ногах По мере неюстовства каждый Вытянул и остриём Бонзил их в твёрдую почву. Каждая, словно в селке, Поставленном ловчим лукавым, Стоит на голь шевельнуть, Тотчас ощутить, Что попалось, Бьётся, но вся трепеща Лишь сужает движение путы. Если ж какая-нибудь К земле прикреплённая Твёрдой чьица К побегам спастись, Обезумев, То вьющийся корень Держит упор на её И связует порывы несчастной. Ищет она, Где же пальцы её, Где же стопы и ноги, Видит, что к икрам её Подступает уже древесина. Вот, попытавшись Бедро в огорчении Ударить рукою, Дубу наносит удар, Становится дубом и груди, Дубом и плечи. Её пред собой Устремлённые руки Ты бы и за ветви признал, И за ветви признав, Не ошибся б. Неудовольство в Анвакх, Он эти поля покидает, С хором достойнейших жён Удаляется к тмолу родному, На маловодный пактол, Хоть тот золотым ещё не был В те времена, Златоносным песком Не струился на зависть. К богу Привычной толпой сатиры Сошлись и вакханки, Но не явился селен. Дрожащий атлет И похмелье Схвачен селянами был Из фракийцев И стащен В цветочных путах К Медасу царю, Кому с кекропицем Эвмолпом Таинства оргий своих Орфей завещал Песнопевец. Царь лишь увидел его За товарища, Спутника таинств, Гостю желанному рад, Торжественный праздник устроил, Десять дней и ночей Веселились они беспрестанно. Вот уже одиннадцать раз Звятоносец Высокое войско Звезд побеждал. Тогда в лидийские долы Довольный царь пришел И вернул молодому Питомцу селена. Бог предоставил ему, Веселясь о возвращении Кормильца, Право избрать По желанию дар. Но, увы, Не на благо. Царь себе на беду говорит, Так сделай, Чтоб каждый тронутый Мною предмет Становился Золотом чистым. Дал изваление свое, Наделил его Пагубным даром Либер. Он был огорчен, Что о лучшем Его не просил он. Весел ушел он, Доволен бедой, Берекиньте и чадо. Верность обещанных благ Ко всему прикасаясь Пытает. Сам себе верит едва. С невысокого илика И ветку зеленью он оборвал, И стала из золота ветка. Поднял он камень земли, И из золотом Камень блистает. Трогает ком земляной, И ком под властным касанием Плотным становится. Рыбет он сухие колосья цереры, Золотом сжатого горит. Сорвав ли яблоко держит, Скажешь, То дар геспирид. Дверных косяков ли Коснется пальцами, Видит уже, Косяки излучают сияние. Даже когда омывал он ладони, Струей водяной влага С ладони и струясь, Обмануть могла бы Данаю. Сам постигает едва Совершение мечты, Притворяя в золото все. Столы, ликовавшему, Ставили слуги С нагромождением яств, С изобилием печеного теста. Только едва лишь рукой Он коснется церерина дара. Дар церерин тотчас Под рукой становится твердым. Жадным зубом Едва собирается блюдо порушить. Пышное кушанье Вмиг становится Желтым металлом. Только он с чистой водой Смешает виновника дара, Как через глотку питьера С плавленным золотом льется. Это и нежданной бедой Поражен, и богатый, и бедный Жаждет бежать от богатств, И чего пожелал, ненавидит. Голода не утолить уж ничем, Жжет жажда сухая горла, Его по делам Неотвязанное золото мучит. Он протянул к небесам Отливавшие золотом руки. Ныне, прости, О, родитель Леней, Я ошибся. Но все же Милостив будь, И меня из прелестительной Вырви напасти. Кроток, Божественный вак, Едва в погрешении Сознался царь, Он восставил его От условия И дара избавил. Чтоб не остаться навек В пожеланном тобою На горе золоте, Молвил, Ступай к реке Под великие сарды, Горным кряжем иди, Навстречу струящимся водам Путь свой держи, Пока не придешь К рожденью потока. Там, подпенный родник, Где обильней всего Истечения, Теме подставь И омой одновременно Тело и грех свой. Царь к тем водам пришел, Окрасила ток Золотая сила И в реку ушла Из его человеческой плоти. Ныне еще Получив Златоносное Древнее семя Почва тверда И блестят в ней Влажные золото комья. Царь, убоявшись богатств, В лесах стал жить По-простому С паном, Который весь век Обитает в нагорных пещерах. Ум лишь Остался тугим у него. Опять Обратились глупые мысли Царя, обладателю их Не на пользу. Там, Вдаль моря смотря, Поднимается гордо Обширный тмол С подъемом крутым. Его опускаются Склоны к сардам С одной стороны, С другой К невеликим гипепам. Пан, Для нимф молодых Там песни свои распевая, Голос их сам выводя На воском Скрепленной цивницы, Ниже напевов своих Оценил Аполлоново пение. Вышел в неравный С ним бой. Отмол был Избран Судьею. Сел на гору Свою Судья Престарелый, А уши Освободил От листвы, Одним лишь Овенчанный Дубом Сизые волосы. В круг Висков упадают, Он видит Желуди. Вот, Посмотрев на Скотского бога, Сказал он, Ждать Не заставит Судья. Тот Начал На сельской Свирели. Варварской Песней своей Он Мидаса, Который Случайно При состязании Был, Прельстил. И Лицо Обращает Старый Судья Каполону, С лицом И леса Обернулись. Феб С золотой Головой, Увитую Лавром Парнаским, Землю Хламидую Мел, Пропитанной Пурпуром Тира. Лиру В убранстве Камней Драгоценных И кости Индийской Шуйцей Поддерживал Он. Десница Щепком Управляла. Все же Осанка Была Музыканта. Вот Потревожил Струны Искусным Перстом. И Сладостью Их Покоренный Дмол Порешил, Чтоб Пан Не Равнял Своей Дудки С Кефарой. Суд Священной Горы И решения Одобрены Были Всеми. Их Только Один Порицал, Называя Суждение Несправедливым Мидас. Иделиец Теперь Не Изволил, Чтоб Человеческий Вид Сохранили Дурацкие Уши. Вытянул Их В длину, Наполнил Белеющей Шерстью, Твердо Стоять Не Велел И Дал Им Способность Движения. Прочее, Как у Людей, Лишь Одной Опорочен Он Частью. Так Был Украшен Мидас Ушами Осла Тихохода. Все же Питается Он Скрыть Стыд Свой, Голову С тяжким Знаком Позора Прикрыть Пурпурного Цвета Повязкой. Только Один Его Раб, Который Обычно Железом Волосы Царские Стриг, Все Видел. Не Смея Позора Выдать, Но Всем Разгласить Его Страстно Желая, Не в силах Боли и Тайну Хранить, Убежал Он И Выкопал Ямку. И О господских Ушах, Которые Видел Случайно, Повесть Тихонько Ведет. И В саму Ямочку Свой Потаенный Донос Он Опять Зарывает Землей У той Жи И Молча Назад От Закопанной Ямки Уходит. Вскоре Там Начал Расти Тростник Трепещущий Целый Рощей. А Только Созрел, Лишь Год Исполнился, Тайну Выдал Он Жителям Сел. Колеблемый Ласковым Ветром Молвит Зарытую Речь. Обличая Медасовы Уши. Ствола Ушел Отомщен И воздухом Ясным Понесшись, Узким Морем Промчась Нефелиной Дочери Геллы, В Лаумидон-Тополях Появился Потомок Латоны. С правой Руки От Сигея Лежит От Третея Жи Слевой Древний Алтарь. Посвящен Панамфейскому Он Громовержцу. Там Зрит Бог, Что Создать Для Трои Новые Стены Силит Соламидон-Т, Что Его Велико Предприятие, Но Что Идет Нелегко И Требует Денег Немало. Вместе С отцом Глубоких Пучин Трезубец Носящим В смертном Обличии Феб Предстает. И Владыке Фригийцу Стены Возводят Они Обеспечив Условием Плату. Труд Завершают, Но Царь Отрицает Свой Долг, Добавляя О, Верх Вероломства, Что Он Никогда Не Давал Обещания. Это Тебе Не Пройдет, Говорит Бог Море И Воды Стал Свои Наклонять К Побережью Скупящейся Трой. Земли Нептун Обратил В сплошную Пучину, Богатство Отнял У Жителей Сел, Он Волны Обрушил На Пашни, Кар И Эта Мала. Сама Дочь Царская В К скале Прикрепленную Деву Освобождает Алкид И В награду Обещанных Коней Требует. Из-за отказа Платить Столь Великое Дело Крепость Строй Берет Победив Вероломную Дважды. Не Без Почета Ушел Теламон, Ополчение Участник. В Жены Ему Гесиона Дана. Супругой Богиней Был Уже Славен Пелей. Не Больше Гордился Он Дедом, Нежели С тестем Своим. Затем, Что Юпитера Внуком Многим Случалось Обыть, Но Женат На Богине Единый. Старец Протей Фетиде Сказал Водяная Богиня, Сына Зачни. Твой Будущий Сын Деяниями Славы Славу Отцову Затмит И Больше Отца Назовется. Так Чтоб В мире Ничто Юпитера Не Было Больше, Хоть И Неслабое Он В груди Свои Чувствовал Пламя, Все Ж С Фетидой Морской Избегается И Те Юпитер. Этот Желанный Удел Он Велит Унаследовать Внуку, Сыну Эака, Выкусить Объятия Девы Подводной. Есть Гемонийский Залив, Закругленный В подобии Лука. В море Уходят Концы. Будь Глубже Вода, Там Была Бы Гавань, Но Море Едва На Поверхность Песка Набегает. Берег Жи Твердый, На нем От Ноги Отпечатка Не Видно. Не Замедляется Шаг, Не Тянется Поросль Морская. Сверху Мертвый Лес С Изобилием Ягод Двухцветных. Есть Там Пещера. Сказать Природа Она Или Искусство Трудно. Искусство Скорей. Нередко Фетида Ногая Ты Приплывала Сюда На Взнозданном Сиде Дельфине. Там Ты Оковано Сном Лежала. Пилей Жи Тобою Там Овладел. Поскольку Мольбы Ты Отвергла Прибег Он К силе И Шею Тебе Обеими Обнял Руками. Тут Не Воспользуйся Ты Для Тебя Обычным Искусством Свойством Обличия Менять. Тобой Овладел Бы Наверно. Птицей Делалась Ты Он До Час Ж Схватывал Птицу. Корни Пускала В земле Пилей Уж На дереве Виснул. В третий Ты Раз Приняла Пятнистые Тигрицы Обличья И Устрашен Экид Разомкнул Вкруг Тело Объятия. Вот Он Морским Божеством Вино Возливая На волны Жертвы Приносит И скот Приводя И Куря Фемиамы. И Из Морской Глубины Наконец Свящун Карапатийский Молвил Ему Экид Ты Желанного Брака Достигнешь. Только Лишь Дево Уснет Успокоясь В прохладной Пещере Путы Накинь На нее И Покрепче Свяжи Незаметно. Да Не Обманет Тебя Она Сотнями Разных Обличий. Жми Ее В виде Любом, Да Коль Не Вернется В Обычный. Молвил Протей И Лицо Скрыл Вновь В пучину Морскую. Волном Нахлынуть Велел И Залил Окончание Речи. Мчался К закату Титан И Дышлом Касался Наклонным Вод Гесперийских. Краса Нейроида Покинула Море И Как Обычно Вошла В знакомую Опочиванию. Только Лишь Деви Чистан Обхватили Объятие Пелея Стало Тавида Тавида Менять Счастлив Счастлив Сыном Пелеи И Богиню Счастлив Супругой. Все Виств И Насили Не Зная Сын Светоносца Звезды В лице Сохранившей Сиянье Отче Добрый Киик. В то Время Он Был Опечален. Сам На себя Не Похож Потерю Оплакивал Брата. Тут К нему Экид Истомленный Путем И Тревогой Прибыл И В город Его При немногих Вошел Провожатых. Все Же Довольствие Скот Который С собой Водил Он Неподалеку От стен В тенистой Оставил Долине. Вот Получив Изволение Войти Во дворец Государев И Протянув На руке Край Платья В знак Умоления Кто Он Чей Сын Говорит Лишь Одно Преступление Скрывает Бегство Причину Назвав Измышленную Просит Приюта В городе Или Вне Стен. Трахинец С лицом Благодушен Так Отвечает Ему И Простому Народу Открыты Наши угодья Пелей Не Грешим Мы Негостеприимством К Расположению Души И Другие Прибав Побуждение И Имя И То Что Ты Внук Громовержца Не Трать Все На Просьбы Все Чего Просишь Бери И Пусть Во Все Что Увидишь Частью Ты Видишь Свою Ох Когда Бы Ты Лучшее Видел Молвив Заплакал Ему О причине Подобных Страданий Ставят Вопрос И Пеле И Сопутники Тот Отвечает Верно Пернатую Ту Что Живет Грабежом И Пугает Птиц Всех Считаете Вы Обладающей Всегда Оперением Мужем Была У нее Душевная Крепость Его же Был он Жесток И Свиреп На Войне В бой Вечно Он Рвался Дедалионом Был Зван У Нас С ним Общий Родитель Что Вызывает Зарю И С неба Последним Уходит Мир Я Любил Всегда Я Заботу Лелела Мири И О Супружестве Брат Войною Упленен Был Жестокий Доблесть Его Покоряла Ему И Народы И Царства Ныне Жи Доблестно Он Голубей Преследует В Тисбе Дочь Он Хиону Родил Женихова На тысячи Сонноводящей Девичьих Касается Уст Та Спит Под Могучим Касанием Силою Взял Ее Бог Ночь В небе Рассыпала Звезды Образ Старухи Приняв Эфеб Достигает Блаженства Вот Уже Сроки Свои И 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 Родился Побег От Ствола Крылоногого Бога Звался Автоликом Он На всякие Ловок Проделки Сделать Свободно И тем Он Искусство Отца Не Позорил Белое Черным Он Мог И Из Белого Черное Сделать Фебов Жи Сын У Нее Ибо Двойне Она Разрешилась Был Филамон Знаменитый Игрой Некефаре И Пением Что Породила Двоих Что Двоим Божествам Полюбилась И Что Отец У Нее Силач И Что Дед Громовержец Было Ли Девушке Впрок Немногих Ли Слава Сгубила Вправду Сгубила Ее Придианую Превозноситься Стала Она И В лицо Похулила Богиню И Лютым Гневом Исполнилась Та Понравлюсь Делами Сказала И Не Помедлила Лук Напрягла Стрелу Наложила На Титиву И Стрельнув Пронизала Язык Виноватый Смолк Язык Не Смогли Раздаваться Ни Голос Ни Слово Хочет Сказать Но Уж С кровью И Жизнь Ее Покидает Деву Ринуться В Сам Костер Четырежды Был Он Удержан Тянулся В Бегство Тогда Быку Был Подобен Который Шершня Жало С собой Застрявшая В шею Уносит И Без Дороги Бежит Я вижу Скорей Человек Мчится Он Будто Его Оперились Крыльями Ноги Он Ото Всех Убежал И Жажду Смерти Стремимой Верха Парнаса Достиг Аполлона Тронула Жалость Как Увидал Он Что Дедалион С утеса Низвергся В Птицу Его Превратил Поддержал Окрыливший Внезапно Дал Ему Загнутый Клюв Крючковатый Дал Ему Когти Прежнюю Доблесть Его И мощь Не по Малому Росту Ныне Он Ястреб Ко всем Беспощаден Пернатым Совсем Излобен И Мучаясь Сам Другим Становится Мукой Но Между тем Как рассказ О чуде Свершившемся С братом Сын Светоносца Ведет К ним Вдруг Запыхавшись От бега Сторож Пелеевых Стад Прибегает Фокейтс Онетер Ой Пелей Пелей Я Великого Вестник Несчастья Проговорил Но Пелей Приказал Чтобы Нибыло Молвить Сам Трахинский Герой В ожидании От страха Трепещет Тот Говорит Усталых Коров Пригнал Я к Излуке Берега Солнце Как раз В наивысшей Точке Вселенной Столько Жизрело Пути Позади Сколько Спереди Было Часть Коровно Песок Золотой Преклонила Колени Лежа Глядели Они На широкие Поприще Моря Шагом Тяжелым Меж тем Другие Свободно Бродили Часть Их Плывет Из воды Выставляя Высокую Выю Храм Возле Моря Стоит Где Ни золота Нет Ни Парфира Чаще Гордится Дерев Осененный Дубравою Древней Днем Нереид И Нерея Алтарь Что Их Почитают В храме Сказал Нам Рыбак На прибрежи И сети Чинивший Рядом Болотце Лежит Поросшее Ветлами Густо Образовалось Оно Из воды Застоявшееся Море Вдруг Зашумев Затрещав Устрашая Ближайшую Местность Зверь Громаднейший Волк Из чащи Болотной Выходит Смочено Грозное Пастью Пеной Испекшейся Кровью Страшно Сверкают Глаза Налитые Пламенем Красным Равно От голода Он и от ярости Бешен Но Видно Больше От ярости Он Не стремится Корову Растерзанием Дикую Алчность Свою Голодая Насытить Но Кряду Весь Разрывает Он Скот Им Все Положены Кряду Часть Часть Из Нас Роковым Уязвил Он Укусом В то Время Как На Защиту Спешат Встречают Погибель От Крови Красен Весь Берег Вода И Полное Воем Болота Но В Промедлении Смерть Колебания Дело Не терпит Целые Еще Кое Что Соберемся Жи Все И Оружие Схватим Скорее И Все Вместе Пойдем От Врага Отбиваться Молвил Пастух Но Рассказ Несчастье Не тронул Пелея Вспомнила На грехе Все Понял В тоске Нероида Фок Унесет Своему То Бедствие В дар Поминальный Вооружиться Мужам Взять На плечи Мощные Копья Царь Тейски Велит И Сам Он Готовился С ними Выступить Но Алкиона Жена Его Шумом Стревожась Быстро Бежит Из дверей Болос Не окончив Убора Порастолкала Их Всех И Повиснув На шее Супруга Просит Словами Его И слезами Чтоб Помощь Послал Он Но Чтобы Сам Не ходил И Две Спас Жизни В единой Ей Эокид Тялью Они И С устами Кровавыми Зверя Опустошителя Зря С Окровавленной Длинной Шерстью Руки Тогда Протянув К побережью Открытого Моря Начал Пелей Умолять Псомафу Лазурную Чтобы Гнев Позабыв На помощь Пришла Но Мольбы Эокиды Тронуть Ее Не могли За Супруга Взмолилась Фетида И Получила Ему Отпущение Избой Не отозван Все же Упорствует Волк Разъярившись От сладости Крови Но Между тем Как повис Он на шее Растерзанной Телки Мрамор Был Сам Обращен Все Тело Осталось Как Было Кроме Окраски Его Цвет Камня Напоминает Что Уж Теперь Он Не Волк Что Его Опасаться Не Должно В этой Однако Земле Беглецо Оставаться Пелею Рок Не Позволил Пришел К магнетам Изгнанник И там Лишь От преступления Был Гемонийцем Очищен Акастом Чудом С братом Своим И вторично Свершившимся Чудом Сердце Смущен Встревожен Кик И готовится С целью Божьей Вещания Узнать Утешение Всегдашнее Смертных В Клар К Аполлону Идти Форбант В то время Безбожный С шайкой Флегийцев В пути Заступал К святыням Дельфийским И о Решении Тебя Алкиона Вернейше Нежный Предупреждает Супруг Но Ее Лишь Об этом Узнало Холод Пронзил До костей Лицо Ее Стало Бледнее Бледного Букса И Слез Струи Увлажнили Ее Щеки Трижды Хотела Сказать И Трижды Струились Слезы И Прерывая Свои Задушевные Жалобы Всхлипом Молвит Какую Вину Допустила Я Милый Что Мыслью Ты Отвратился Куда Твое Прежнее Дело Забота Ныне Ты Можешь Уйти Алкиону Спокойно Покину Люб Тебе Длительный Путь Я Издали Стала Милее Лишь Бы По суше Ты Шел Печалиться Буду Я Так же Страха Не Будет Зато Тосковать Мне Тогда Без Боязни Сердце Страшит Мне Вода Унылое Зрелище Море На побережье На днях Я разбитые Видела Доски И на холмах Погребальных Бестел Имена Прочитала Да Не Обманет Души Уверенность Сложная Друг Мой Что Гепатат Тебе Тесть Которая Могучие Ветры Держит Темницы И Зыб По желанию Смиряет Морскую Если Он Выпустит Их И Они Овладеют Зыбями Им Не запретно Ничто Перед Ним Земля Беззащитна Вся Беззащитны Моря Они Гонят И По Небу Тучи И Вытряхают Огонь Багряный Сшибаясь Жестоко Знала Их Хорошо Да Знала Я Маленькая Часто Видела Их У Отца И Тем Более Знаю Опасность Если Решение Твое Никакими Нельзя Уж Мольбами Милый Супруг Изменить И Отправишься Ты Непременно В Путь Возьми Меня Всему Мы Подвергнемся Вместе Не Устрашуся Ничем Все Сама Испытаю Снесем Мы Вместе Что Не Случись И По Море Вместе Помчимся Молвит Эолова Дочь Словами Ее И Слезами Тронут Был Звездный Супруг Он Не Меньше Любовью Пылает Но Путешествие Все Ж Отложить Не Желает Морского И Чтобы Опасности Снимал Кеона Доделила Не Хочет Много Он Ей Говорил В Утешение Робкому Сердцу Тщетно Ничем Убедить Не Может Ее Добавляет Ее Облегчение Так И его оборудовать всем снаряжением. И, увидавший корабль, как будто в грядущем читая, В ужас пришла Алкеона, и слез заструились потоки. Мужа она обняла, и устами печальными в горе молвит «Прости, наконец!» и, промолвив, без чувств упадает. Но уж торопит Кейк, и юноши с двойным рядом К груди могучие уже придвигают гребущие бёсла, Ровными волны они разрезают ударами. Отче влажная тут подняла Алкеона и видит супруга, Как он на гнутой корме стоит и машет рукой. Знаком его отвечает она. Земля отступает дальше, Скоро и лица различить уже очень и в силах. Всё ж, пока можно, следит она взором за судном бегущим. А как уже и корабль не могла в отдалении видеть, Стала на парус смотреть, высоко трепетавши на мачте. А как и парус исчез, ушла опечаленно в спальню, И на пустую постель прилегла. Вновь вызваны слёзы ложем и местом. Ей всё говорит об утраченном друге. Вышли из порта они. Дуновение гребцов заменило. Боком уже мореход обращает висящие весла. Реи на самом верху помещает он мачт, И полотна все наставляет, И в них принимает поднявшийся ветер. Вот полдороги уже, Но, конечно, не больше по водам судно проплыло. И было ещё берег противный далёко. Вдруг перед ночью белеть набухавшими волнами море начало. Сразу сильнее стал дуть неожиданный ветер. — Верхний рей снимать! Живей! — восклицает в тревоге кормчий. — Эй! Привязать полотнище к мачтам! Не медлить! Так он велит. Но мешает уже налетевшая буря. Голоса слышать уже не дают грохотанием волн. Сами спешат моряки, тем не менее, вытащить вёсла. Те укрепляют борты, Паруса отнимают у ветра, Черпают влагу иной, Льёт воду уже в воду морскую. Это схватился за снасть. Пока действуют так без приказа, Грозная буря растёт. Отовсюду жестокие ветры в битву идут И крутят зыбей возмущённые глуби. Кормчий в ужасе сам Признаётся себе, что не знает, как поступить, Что ему запрещать, Что приказывать должно. Тяжесть беды такова, Настолько сильнее искусства. Вправду и крик моряков раздаётся, И весел скрипенье, Воды набегом воды угрожают, И небо громами. Волн громады встают с небесами, Как будто бы вровень. Море и брызгами волн окропляет Нашедшие тучи. То, поднимая со дна золотистый песок, Принимает краску его, То чернеет становится стиксовой влаги, То простирается вдруг И у шумящей пены белеет. Вслед переменам его И трахинское мечется судно. То, высоко вознесясь, Как будто бы с горной вершины Смотрит оно на долины внизу И на глубь Ахеронта. То, как обстанут корабль, Опустившиеся волны крутые, Будто на небо вверх И заидываясь смотрит пучины. Борт, то и дело волной ударяем, Грохочет ужасно. Он не слабее гремит, Чем железный таран или баллиста, Чей потрясает удар Крепостную уставшую стену. Или чем дикие львы, Что бегут на ходу, Удвояя силы, Грудью вперед, Навстречу протянутым копьям. Так устремлялась вода Под порывом восставшего ветра И подступала к снастям, И намного уж их превышала. Клини расшатаны, Вот воскового лишившись покрова, Щели зияют, Пути открывая погибельным водам. Вот из разъявшихся тут Широко извергаются ливни. Можно подумать, Что все опускается на море небо, Или что море само подымается Хлябем небесным. Дождь промочил паруса, С небесными водами воды моря смешались, И нет ни проблеска в черном эфире. Вкупе бессветную ночь Гнетут ее темень и буря, Их разрывают одни, Полыханиями мрак озыряя молнии. Молнии огнем загораются бурной водой, И уж вергается внутрь через дыры Бортовой обшивки водный поток. Как солдат из всего превосходнейшей строя, Что, наконец, подскочив к стенам защищенного града, Видит в свершении надежд, И, зажженной желанием славы, Стену один среди тысяч мужей, Наконец, занимает, Так окрутые бока ударяли Жестокие волны. Все же могучей всех Был приступ девятого вала. Он лишь тогда перестал штурмовать корабль, Истомленный, Как запрокинулся внутрь За борт плененного судна. Все же часть моря еще кораблем овладеть устремлялась, Чтоб, что часть наполняла корабль. И не менее все трепетали, Нежели в граде, Когда пробивают одни крепостную стену, Другие же меж тем ее изнутри занимают. Слабо искусство, Дух пал, И сколько в воловнино хлынет, Кажется, что не волна, Том мчатся и рушатся смерть. Этот расплакался, Тот отупел, Другой называет счастьем, Обряд похорон Иль богов почитает обетом, Руки напрасно воздев к небесам, Невидимым взору, Молит о помощи. Тот отца вспоминает и братьев, Этот с имуществом дом, Что каждый на бреге оставил. Но к Алкионе Киик устремлен, На устах у Киика лишь Алкиона Жадна. Ее хоть одной он желает, Рад, что не с ними она. Он жаждет родные пределы Вновы видать, Обратить на дом свой Последние взоры. Только не знает, Где он столь сильным море Вскипает водоворотом, А тень, наведенная черной тучей, Небо окутало все И образ удвоила ночь. Сломлена мачта, Сразил ее вихрь Из туч налетевшей, Сломленный руль И добычей гордясь, Высоко подымаясь, Как победитель Волна на сольбенные воды Взирает. И тяжело, Как будто весь пинт С Афоном С их места Кто-то спихнул И стремглав Опрокинул В открытое море. Рушится в бездну сама, И силой удара И веса Вглубь Вглубь Погружает корабль. Немалая часть мореходов Тяжкая пучина И взята. На воздух, Уже не вернувшись, В бездне Погибель нашла. Другие Схватились за части Судна разбитого. Сам рукой, Державшую скипетр, Стиснул киик Обломок весла. К отцу он И к тестью Тщетно взывает. Увы. Но жена Алкиона Не сходит С уст пловца. Он ее вспоминает, О ней говорит он. Чтобы предотче Ее был мертвый, Он выброшен Морем, Молит, Чтоб руки друзей Возвели ему Холм над могильной. Только позволит Волна уста Разомкнуть, Он В далекое имя Супруги твердит. Под водою И то его шепчет. Но над волнами Меж тем Другая Черная водная Арка Рушится, Пеной в вод Погруженную Голову кроя. И светоносец В ту ночь Был темен. Его невозможно Было признать, Поскольку с высот От лучица Олимпа Не дозволялось. Свой лик Он густыми Закрыл Облаками. Дочь Был о святыне Юноной Ради супруга Уже Неживого Алтарь Посещала. Чтобы супруг Ее был Невредим, Чтобы он Возвратился, В сердце Молила, Чтобы ей Предпочесть Не подумал Другую. Этого Лишь одного Из стольких Достигло Желаний. Дальше Богиня Терпеть Не могла, Что за Мертвого Мужа Просит Она, Что Болтарь Оградить От молений Зловещих Могует. Ирида, Моей Вернейшая Вестница Воль, Быстро Отправься Ко сну В наводящую Дрему Обитель И прикажи, Чтобы он Алкионе Послал В сновиденье Мужа Покойного Тень, Подобие Подлинной Смерти. Молвило Так, И в покров Облекается Тысячецветная Вестница, И небеса Обозначив Округлой Дугою, Вскрытой Под скалами Дом Отлетела Царя Сновиденье. Близки Мирийской Земли, В отдалении Немалом, Пещера Есть, Углубление В горе, Неподвижного Сна Там Покои. Не достигает Туда Не всходя, Не взойдя, Не спускаясь Солнце От века Лучом. Облака И туманы В смешении Там Испаряет Земля, Там Смутные Сумерки Вечна, Песни Своей Никогда Там Птица Дозорная С гребнем Не вызывает Зарю. Тишину Голосы Не смущают Там Ни собак, Ни гусей, Умом Собак Превзошедших. Там Ни скотина, Ни зверь, Ни под Витренным Веянием Ветви Звука Не могут Издать. Людских Там Не слышится Споров. Полный Покой Там Царит. Лишь Внизу Из скалы Вытекает Влаги Литейский Родник. Спадает Он С рокотом Тихим И Приглушают Ко сну Журчащие В камешках Струи. Возле Дверей У пещеры Цветут В изобилии Маки. Травы Растут Без Числа, В молоке У которых Сбирает Дрему Расистая Ночь И кропит Потемневшие Земли. Двери, Которая Скрип Издала Б На петлях Вращаясь В доме Во всем Не найти. И Сторожа Нет У порога. Посередине Кровать На Эбеновых Ножках С Пуховым Ложем. Неявственен Цвет У него И покров Его Темен. Там Почивает Сам Бог Распростертый В томлении Тела. И Окружив Божество, Подражая Обличием Разным, Все Сновиденья Лежат. И Столько Их, Сколько Колосьев На Поле, Листьев В лесу Иль Песка, Нанесенного Моем. Дева Едва Лишь Вошла, Сновиденья Раздвинув Руками Ей Пригорождавший Путь, Засиял От Сверкания Одежды Дом Священный. Тут Бог С трудом Отехченный Дремой Очи Подъемли Едва И Вновь И Вновь Опуская И Упадающим Вновь Подбородком О Грудь Ударяясь, Сыже Встряхнулся От Сна И На Ложе Привстав Вопрошает, Ибо Ее Он Признал Для Чего Появилась. Та Молвит Сон Всех Сущих Покой, Сон Между Бессмертных Тишайшей, Мир Души, Где Не Стало Забот, Сердец Усладитель Послед Дневной Суеты Возрождающей Их Для Работы. Та И Сновидением Вели, Что Всему Подражают Живому В город Геракла Пойти, В Трахины, И там Алкионе Ведике Ика Предстать, И Знаки Явить Ей Крушение. Это Юноны Приказ. Передав Поручение Ирида Вышла. Дольше Терпеть Не В силах Была Испарений. Сон Стал В теле Ее Разливаться. Она Убежала И Возвратилась К себе На Той Дуге Семицветной. Сон Ж Из Сон Мас Своих Сыновей Вызывает Морфея. Был Он Искусник, Гораз Подражать Человечьим Обличьем. Лучше Его Не Сумел Б Никто, Как Повелено Было Выразить Поступ Черты Человека И Звук Его Речи. Перенимал И Наряды И Любую Особенность Речи. Но Подражал Лишь Людям Одним. Другой Становился Птицей Или Зверем Лесным Или Длинную Телом Змеёю. Боги Подобным Его Именуют. Молва Жилюдская Чаще Страшилом Зовёт. От Этих Отличен Искусством Третий Фантаз Землёй И Водой И Поленом И Камнем Всем, Что Души Лишенон Становится Свящим Успехом. Эти Царям И Вождям Среди Ночи Являют Обычно Лики Свои. Народ Жи И Чернь Посещают Другие. Ими Старик Пренебрёг. Из Братьев Всех Он Морфея, Чтоб В Исполнение Привесть Повеления Таумантиды Выбрал. И Снова Уже Обессилен Усталостью Томной Голову Сон Преклонил И На Ложе Простёрся Высоком. Вот Морфей Полетел На Крыльях Рея Бесшумных Сквозь Темноту И Спустя Недолгое Время Явился В Град Гемонийский И Там Отложил Свои Крылья И Принял Облик Киика Царя И Отправился В Облике Новом И Синежол Без Кровинки В лице Без Всякой Одежды К Ложу Несчастной Жены И Стал Там Мокрой Казались И Борода И Волос Обильно Струящихся Прядь Так Над Постелью Склонясь Лицо Заливая Слезами Молвил Несчастная Ты Узнаёшь Ли Киика Супруга Или Мне Смерть Изменила Лицо Вглядись Ты Узнаешь Но Не Супруга Уже Обретёшь А Призрак Супруга Не Помогли Мне Увы Твои Алкионы Обеты Да Я Погиб Перестань Дожидаться Меня В заблуждении Судно Достиг Грозовой Полуденный В Эгеевом Море Ветер Носил По волнам И разбил Дуновением Ужасно Эти Уста Что имя Твоё Призывали Напрасно Воды Наполнили Тони Рассказчик Тебе Возвещает Коему Верить Нельзя И Несмутные Слухи Ты Слышишь Сам О себе Говорю Потерпевший Кораблекрушение Стань Плакать Зачни Оденься В одежды Печали Без Возрыданий Жена Не отправь Меня В тартар Пустынный Голос Прибавил Морфей Который Она За супружник Голос Могла Бы Принять И Казалось Да подлинно Слёзы Он Проливает В руках Движения Были Киика И Застонала В слезах Алкеона Всё время Руками Движет Во сне Но К телу Стремясь Лишь воздух Объемлет И восклицает Постой О Куда ж Ты Отправимся Вместе Голосом Видом Его Смущена Тряхает Однако Дрёму И Прежде всего Озирается Всё ли Стоит Он Там Где Виден Был Ей Но Встревожены Голосом Слуги Свет Внесли И Когда Не Нашли Его Как Не Искали Бить Себя Стало В Лицо На Груди Разрывая Одежды Ранит И Грудь Волос Распустить Не Успела Стрижет И На Вопрос Отчего Она Плачет Кормилица Молвит Подлинно Тень Моего Но Ежели Спросишь Другим Был Облик Его Необычным Лицом Не сиял Он Как Прежде Бледный Он Был И Ногой Со Струящимися Волосами Перед Несчастную Мной На Этом Вот Месте Стоял Он В Образе Жалком Искать Я Стала Следов Не Видать Ли Вот Она Вот Она То Что Вещу И Душу Страшила Чтобы За Ветром Во след Он Не Плыл Я Его Умоляла Как Я Хотела Чтоб Он Коль Уже Отправлялся На Гибель Взял С 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 Стараться Напрасно Жизни Срок Протянуть А С С С С С С С С Больше Сказать Не Могла От С 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 Он из убитого сердца, из Торкса. Утро пришло, и в тоске Алкиона выходит на берег, К месту, откуда она на отплывшего мужа глядела. Мол, ведь медлил он здесь. Мол, ведь парус он поднял здесь, на морском берегу, Он меня целовал, повторяет. Все, что свершилось тогда, пред очами встает. И на море бросило взор. В волнах на большом расстоянии что-то видится ей, Будто тело плывет. Сначала не может, что там такое, решить, Но лишь малость приблизились волны, Явственно тело она признает, хоть оно и далеко. Пусть не знала, кто он, но, видя, что жертва моря Знаком дурным смущена, Льет слезы над ним, незнакомым. Горе тебе, о, бедняк, и твоей, коль женатой, супруге. Тело меж тем на волнах приближалось. Чем долей смотрит, меньше и меньше она сомневается. Вот уже близко, около самой земли, Уже распознать его можно. Смотрит, кто был ее муж. Он, он, восклицает, и сразу волосы, платье, лицо раздирает. Дрожай, дрожащие руки тянет к иику она. Ах, так-то, супруг мой любимый, Так-то, мой бедный, Ко мне возвращаешься, молвит. У моря есть там плотина, людьми возведенная. Первое буйство волн разбивает она, И напор водяной ослабляет. Вот скачала туда, и, не чудо ли, Вдруг полетела. Вот, ударяя крылом, Появившимся только что воздух, Стала поверхность волны задевать злополучная птица. И на лету издавали уста ее Жалобы полные, Скорбные, как будто бы звук, Трещанием тонкого клюва. Вот прикоснулась она к немому, Бескровному телу, Милые члены, держа в объятии крыльев недавних, Тщетно лобзанье ему растачает Холодной клювом. То ли почувствовал он, Или почудили с ей, Что приподнял он из прибоя лицо, Толкуют по-разному, Только чувствовал он. Наконец, пожалели их боги, И оба в птиц превратились они. Между ними такой же осталась Року покорна любовь. У птиц не расторгся их прежний брачный союз, Сочетают тела и детей производят. Зимней порою семь дней безмятежных Сидит алкеона смирно на яйцах в гнезде, Над волнами витающем море. По морю путь безопасен тогда, Сторожит свои ветры, Не выпуская эол, Предоставивший море внучатам. Некий старик увидал, Как они по широким просторам носятся, И похвалил их любовь, Неизменную вечно. Некий другой, Или, может быть, он, говорит, Но и эта птица, Которую ты замечаешь в морях, На поджатых ножках, Этот нырок, Широко раскрывающий глотку, Тоже потомство царей. Коль имеешь охоту спуститься По родословной к нему, То знай, что предки птицы Ил, Ассарак, Ганимен, Что Юпитером в небо похищен, Старец Лаамидонт И Приам, Последние трое дни переживший. Нырок был некогда Гектору братом. Если б его не застигла судьба В его юности ранней, Может быть, не был бы он И по имени Гектора Ниже. Хоть и Демантова дочь Породила младенца, Однако ходит молва, Что Исак был тайно наиде Тенистый, Аликсироей рожден. Отец же Граник ей двурогой. Он не любил городов. Из пышных хором Убегал он в чаще глухие лесов, В местах проводил Своё время необитаемых. Гость в Иллионских собраниях редкой. Всё же был сердцем не груб, Не была для любви Недоступна грудью. Часто в лесах ловил он Гесперию-нимфу. Раз увидал он её На обреге родимом Кебрена, Как по плечам распустив волоса, Их сушила на солнце. Нимфа бежит от него, Как от серого волка В испуге лань, Как попавшись вдали От привычного озера Утка мчится от ястреба. Так и троянский герой Догоняет нимфу, Так быстро в любви Настигает он Быструю в беге. Вдруг в траве не видна Убегающая ногу гадюха Зубом пронзила кривым И яд свой оставила в теле. Кончились бегства и жизнь. Бездыханную нимфу Безумный овнял Исак И кричит. О, зачем? О, зачем догонял я? Не побоялся змеи, Не желал я подобной победы. Бедную ныне тебя Мы вдвоём погубили. Гадюка ранила, Я же причиной был, И змеи нечестивой буду, Коль смерти своей не найду Искупления смерти. Вымолвил и со скалы Жумящим подточенной морем Кинулся в волны. Его пожалела Тетида, И мягким было падение его. Поплывшего в море Одела перьями. Не получил на желанную смерть Изволенья любящий. И возмущён, что жить Против воли придётся. Против себя восстаёт, Из жилища несчастного Жаждет выпрямить. И уж от плеч молодые Подъемлются крылья, Вот он взлетает И вновь повергается Телом на волну. Крылья смягчают удар, В неистовстве, вглубь Головой мчится Исак, Без конца вновь Смерть и дорогу пытая. Он исхудал от любви, На ногах его длинны суставы, Так же и шея длинна, Голова же далёка от тела. Любит моря И прозвание его От ныряния в море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...